Всем привет! Обзор смартфона Infinix Hot 40 Pro. Это версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Давайте перейдем к его распаковке. Открываем коробку, смотрим на комплектацию устройства. В зеленом цвете смартфон таким вот образом будет выглядеть. Такой бирюзовый цвет. Неплохо выглядит. И в комплекте Infinix. Обычно очень хорошая комплектация у данных смартфонов. В комплекте силиконовый чехол, кабель Type-C и блок для зарядки с быстрой зарядкой. Так, быстрая зарядка на 33 ватта. Так, закрыли. Ну, еще вот скрепка. Для сим-слота. Так, и теперь по самому устройству. Тройная камера сзади. Вспышка. На передней части дисплей. Диагональю 6,7 дюйма. Справа кнопка включения кнопки громкости. Кнопка включения совмещена с сканером отпечатка пальцев. Слева слот. Снизу Type-C порт, динамик, порт для наушников и микрофон. Есть поклейка защитно-транспортировочной пленки. То есть, это не совсем полноценная защитная пленка. Но все равно на первое время будет экран защищать. Пока вы там не найдете, что-то не поклеите. Так, разблокируем устройство. Ну, видим, да, рамки сверху по бокам, они достаточно тоненькие. Вырез камеры, просто отдельно камера. Снизу большой подбородок. Ну, относительно большой, относительно других рамок. Перейдем в настройки. Посмотрим на версии операционной системы. У нас Android 13 и версия XOS 13.5.0. Процессор Helio G99, 108 Мп, основной модуль камеры, тройная камера 32, фронтальная. Экран Full HD+. И этот экран, так, он с повышенной частотой обновления кадров, 90 Гц. Это LTPS матрица. Приятный лаунчер. Один из самых таких приятных. И если сравнивать с другими бюджетными устройствами, это, наверное, самый лучший лаунчер. Infinix это, по сути, бренд таких бюджетных смартфонов. Вот, если сравнивать их лаунчер с смартфонами ZTE, Blackview, какими-то другими китайцами, то тут очень серьезное преимущество в этом плане. Тут очень приятный, необычный функциональный лаунчер. Особенно мне нравятся режимы камеры, особенно по видеозаписи. То есть, смотрите, какое огромное количество различных программных режимов. Как выстроено, да, и как много мы можем есть для бюджетного смартфона, по сути, функций камеры. Тогда как у Samsung за эти деньги будет одна функция, и максимум две по камере, по способности записывать видео. Уже не говоря там, не сравнивать с другими бюджетками. Там вообще все плохо по лаунчеру и по тому, какой он позволяет использовать функционал смартфона. Тут все очень-очень неплохо. Так, давайте перейдем в синтетические тесты. Посмотрим на результаты в Geekbench 6. Так, где он? Есть. Так. G57. Видеоускоритель. Maligia 99. Процессор. Вот, результаты тестов. Закрыли. По Antutu бенчмарку. 432-2000. Хороший и отличный результат. Так, и запустим PUBG Mobile. Посмотрим, на каких настройках будет работать данная игра. Так, загрузился PUBG. Высокая или высокая частота кадров. Или вот такой вот уровень можем выставить на меньше графики и большую частоту кадров. Вот, работает PUBG. Отлично. Так, хорошо. Закрываем эту игру. Вот. По возможностям камеры, да, мы уже, в принципе, посмотрели. Видео можем записывать 2К 30 фпс. Максимальный зум двукратный, оптический, десятикратный, цифровой. Режим Super Night также есть. И вот так вот мы делаем. И мы видим все дополнительные режимы. Их очень много. Очень функциональная, хорошая камера у устройства. Вот. В целом, неплохой смартфон. Он и игровой. Также у него есть, да, Magic Ring. То, о чем я забыл сразу упомянуть. Вот это, если мы настраиваем себе разблокировку по лицу. У нас будет появляться вот такая вот анимация. Что-то типа, как динамик Island у iPhone, но с меньшим функционалом. Вот, значительно меньшим функционалом. То есть, надо будет на зарядку срабатывать. Срабатывать на разблокировку по лицу. И еще вроде на какие-то моменты. Ну, не так, да, функционально, как у iPhone. Но есть, да, такой момент интересный. Вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.